Однажды в машине у одной пожилой дамы спустила колесо, и она понятия не имела, как вернется домой. Но мимо нее проезжал мужчина и увидел стоящую на обочине машину. Там, сгорбившись, сидела пожилая женщина, которая выглядела очень встревоженной. Молодой человек решил остановиться и помочь ей. Когда незнакомый человек стал приближаться к ней, она поначалу забеспокоилась. Что у него на уме, подумала она, неужели кто-то готов прийти к ней на помощь? Но так как она сама не могла починить колесо, выбора у нее не оставалось. Дама отдала мужчине запасное колесо, и он очень быстро поменял его. Женщина поблагодарила парня и предложила ему заплатить за его работу. Но он не посчитал нужным брать с нее деньги за помощь. Он сказал ей, просто думайте обо мне, когда увидите, что кто-то нуждается в вашей помощи. Вспомните Брайана Андерсона и оплатите добром за добро. Мужчина уехал, а старушка была настолько впечатлена добротой этого человека, что почувствовала головокружение. Потом она села в свою машину, проехала немного вверх по дороге и остановилась возле закусочной. Там ее встретила улыбающаяся официантка. И тут старушка заметила, что официантка на последнем сроке беременности. Наверняка она очень устала, но, несмотря на это, выглядела самым приятным человеком на земле. Пожилая женщина заказала лимонад и быстро выпила его. Потом вспомнила о Брайане Андерсоне. Она рассчиталась за свой напиток 100-долларовой банкнотой. А когда официантка пошла разменять деньги, быстро выскользнула из закусочной и уехала. Официантка увидела записку, написанную на салфетке. «Один очень добрый человек помог мне в пути. Теперь я помогаю вам». Внутри салфетки лежали еще 400 долларов. Голова официантки пошла кругом. В следующем месяце она должна была рожать ребенка. И эти несколько недель обещали быть очень трудными. Она сложила счета, положила их в карман и закончила свою смену. Через несколько часов официантка пришла, наконец, домой. Она увидела мужа, обняла его и поцеловала. И сказала, «Я люблю тебя, Брайан Андерсон».